Устали? Совсем не устали? Отлично. У меня второй вопрос. Вы смертельно устали? Похоже, что ответ будет тоже нет. Прежде чем начать последнюю совсем презентацию, хотел бы рассказать, что у нас будет после этого, потому что потом не будет времени. У нас автобусы подойдут к нам сюда на парковку гостиницы. Они подойдут, припаркуются у бизнес-центра, который примыкает к нашей гостинице. У нас где-то 400 человек поедет на ужин. У нас будет место, вас отсюда довезут в город на этих автобусах. Будет шесть автобусов, которые отправятся отсюда сразу же после последней презентации. последний из автобусов отойдет в 7.50. В 19.50. Наверное, он хотел сказать в 17.50, я подозреваю. Назад из города автобусов не будет, чтобы вас довезти. Я вам ремонтирую использовать Uber или же такси Uber или же Яндекс, но мы не отвечаем за обратную вашу поездку. Итак, сейчас последнее выступление. Выступает Ленард Поттеринг, представляющий компанию Redvalent. Добрый день. Сегодня я хочу рассказать вам о переносимых сервисах. Это новая система и новая концепция. И я думаю, что это будет интересно для сообщества Linux. Я хотел бы остановиться на управлении сервисами. Мне кажется, что здесь множество разных примеров можно рассмотреть. И я хотел бы показать вам, как это может быть вам полезно. Что такое переносимые сервисы? В конечном итоге это системные услуги, которые мы все занимаемся, включая обновления, заплаты и так далее. Но к этим системным сервисам добавлены некоторые контейнерные фичи, некоторые контейнерные характеристики. Или можно сказать наоборот, что это контейнеры плюс некоторые характеристики системных сервисов. Но не все. Когда мы говорим о контейнерах, я не знаю, все ли согласны с тем, что означает этот термин «контейнеры». Все могут по-разному понимать. Что касается меня и, может быть, для большинства, людей – это, во-первых, группы ресурсов, и это зависимости определенные. Затем идет изоляция, когда мы изолируем вещи от хоста или от всего остального, потому что контейнеры, в основном, взаимодействуют в сети с компьютером. И следующее – это доставка. То есть, как доставить эти материалы. Что касается переносимых сервисов, мы можем рассмотреть связанные с этим вещи. Прежде всего, группы. Эти переносимые сервисы должны объединить все взаимосвязи в один большой блок. Затем идет интеграция. Это противоположное явление изоляции. Здесь у нас при переносимых услугах у нас есть интеграция. И это традиционное достоинство системного подхода, когда мы говорим, скажем, о файловых системах и так далее. Но, кроме того, есть еще и упор на то, что по-английски называется сэндбоксинг. Это то, что у программистов называют еще «игра в песочнице». Что подразумевается? Что здесь у нас гораздо более модульная система, когда мы изолируем, интегрируем индивидуальные кусочки. Таким образом, у нас это связано с модульным подходом. Не полностью модульным, но частично модульным. С точки зрения философии программирования, это концепция. Я хочу думать здесь, что здесь у нас есть определенный диапазон между интегрированными и интегрированными сервисами. Может быть это можно показать вот таким образом. Мне хочется думать, что здесь у нас определенный диапазон. Все начинается слева. То есть здесь у нас классические системные сервисы, без всякой изоляции. Можно делать все что угодно. С правой стороны у нас полная изоляция, так как на виртуальных машинах или на абсолютно отдельных системах. И также в середине у нас определенные вещи, такие как приносимые системные сервисы. Это собственная система, но в какой-то степени она чуть-чуть более интегрирована. Не все идет через сеть. Где-то в середине этой цепочки идут микросервисы докерного типа, но они обладают большим уровнем изоляции, тем не менее. Затем идет то, что я рассказываю системные, полностью переносимые сервисы, которые используют классические системные сервисы. Чтобы более конкретным быть, что я подзываю под интеграцией изоляции? Давайте подумаем, что такое совместное пользование и несовместное пользование. Обычно переносимые сервисы используют совместное пользование. Но обычно это может быть не совсем так. Это зависит от конкретной ситуации. И, безусловно, виртуальные машины не раздельные, не совместно не используют. И если я подумаю о файловой системе, здесь у нас иной подход. Если в классической системе, там в основе всего хост, вы пользователи, все что угодно, но все одно и то же. Вы живете в том же самом пространстве. А здесь уже нет совместного пользования. Потому что здесь у вас есть определенная группа, и уже это не хост. И они отрезаны. Вы изолируете их. От этого взаимодействия. Подумайте о другом. Подумайте о пространстве имен ПИД. Здесь у вас другая среда, нежели то, что у хоста. И то, что мы увидим LXC. И, конечно, это дефол... Я так же... Если у вас есть любые вопросы относительно того, что я сейчас показываю, не стесняйтесь, прерывайте меня прямо в ходе моего выступления. Мне так нравится, чтобы у нас была интерактивная атмосфера. Пожалуйста, не бойтесь. Перебивайте меня. Я буду очень только рад этому. Вопросы не появились пока? Нет? Хорошо. Теперь подумайте о таких системах, как докерная система. Они все-таки совместно используют с хостом информацию. Теперь дальше доступ для устройств. В классической системе это доступ для устройств. Здесь разные происходят события. Лично я не уверен, что такого рода совместное пользование устройств здесь. И потом речь идет о совместном пользовании какими-то конкретными устройствами. Но в общем случае этого не происходит. Все это как бы только сверху объединено, на верхнем уровне. И конечно это происходит с классической системой у сервисов, но уже в докерном стиле происходит своего рода отсоединение. Итак, смысл этого слайда состоит в том, что я хочу вас заставить подумать о контейнерах и о классических системах, как они занимают положение, какое здесь. Я хочу показать вам, как они соотносятся друг с другом, есть ли интеграция или нет. Самое важное это то, что когда я показываю вам, они значительно проинтегрированы, но не до конца. Прежде чем перейти к подробному изложению, я хотел бы остановиться на паре задач, которые нужно решить. Одна главная задача, главная цель здесь, это не оставлять никаких артефактов. То есть, если вы установите одну из таких переносимых сервисов, то ничего не должно измениться по сравнению с предыдущим положением и с тем, что будет после. Это совсем не так, если вы проводите обновление при помощи заплат. Вы никогда не удаляете то, что было раньше из-за прилипания файлов. И если один пользователь создает файл, а другой хочет его передвинуть, то это не получается. Если перестает существовать определенный пользователь, внезапно этот старый файл его переходит во владение другого пользователя. Таким образом, в данном случае практически никогда не вычеркиваются, не удаляются пользователю. И это означает, что если вы поставите все RPM, а затем все их удалите, конечно, останутся, разряды там не останутся двоичные, но все остальное останется. Вот это вот относится к тому тесту, который я хочу провести. Вы, конечно же, устанавливаете, удаляете обычно артефакты. Но здесь, как я уже сказал, классические RPM нет такие. Если вы удаляете, остаются артефакты. В нашей системе они не должны оставаться. Это означает, что любые ресурсы, которые установлены во время выполнения задачи, они должны попасть в цикл, жизненный цикл. Их нужно удалять из системы, тогда и все остальные ресурсы нужно удалить. Следующая цель – это все должно быть на своем, в одном и том же месте. Это должно быть понятно. Если вы устанавливаете RPM или Debian в своей системе, то все должно быть в одном месте. И докерные контейнеры, они предпочитают изолированные вещи, и тогда все это должно быть так. Если вы удалите это дерево директорий, то вы скопируете на другую машину, вам придется все целиком копировать. Но это очень сложная задача, потому что там будет другая среда, вам нужно будет очень точное средство использовать и знать точно, что куда положить. Так сказать, следующая цель, и я хочу именно подчеркнуть, что надо управлять этими сервисами так, чтобы они были нативными, чтобы они были собственными. Они должны быть переносимыми, они должны быть изолированными, но здесь базовая концепция состоит в том, что они должны быть нативными, они должны быть собственными, они должны управляться одинаковыми командами и так далее. И вот это были наши цели. Я хочу сейчас разграничить наши цели, зачем мы их создали, каковы наши цели, а вот здесь дальше, почему это нужно? Почему возникает этот вопрос? Я занимаюсь вопросами сервисов, управления сервисами, и я считаю, что очень важно управлять сервисами для операционной системы. Очень важно, чтобы у нас были такие средства, нам надо уметь обнаружить, что для нас полезно, что будет интересно для внешнего мира, и думать всегда об этом. Для меня это следующий шаг к управлению сервисами. И кроме того, я понимаю, что все в системе уже обладает системным, имеет свой сервисный файл System.MD. Таким образом, это своего рода контейнер, в котором вам нужно создать, упаковать описание, что нужно делать, с какими привилегиями, с какой безопасностью и так далее. И я понимаю, что это мы уже можем получить, но было бы, наверное, интересно сделать все это без использования определений, только исходя из того, что все в индустрии IT обладает такими файлами. Администраторы уже привыкли к сервисам, но их надо сделать более мощными, и надо расширить эти возможности. Это естественные возможности. Если вы, скажем, вот пример приведу, вот если у вас супер- или сверхпривилегированные контейнеры используются, мы о них много слышим. Эта концепция основана на том, что вы развертываете какую-то систему, и затем используете там полные привилегии, и, может быть, половину используете и более интегрируете в систему. И это проблематично для различных средств. И эта тема обсуждалась уже в Red Hat, и мы говорили, о, может быть, мы используем не тот инструмент для этой работы, и, может быть, нужно действовать как раз наоборот. И то, что хотели сделать те, кто в отношении суперпривилегальных контейнеров, им нужно было всё разместить в одном образе, и разместить там, и обновлять дальше в одном образе. Может быть, это мы должны поддерживать, а не использовать какие-то инструменты для того, чтобы сделать эту одну вещь. Кроме того, я считаю, что интеграция – это очень нехорошо. В различных случаях я говорил, что вот если используют докер, там хорошая изоляция, а в других случаях это не то, что вам нужно. Допустим, вот такой проект по работе под софтвер по управлению хранением. Это отличается от OS-хоста, то есть нужно осуществлять управление модулями ядра, и если вам нужно, чтобы в контейнере всё это делалось, то вы, значит, действительно вас волнует вопрос интеграции. И некоторые случаи будут описаны, но не всегда это удается сделать в докере. Не во всех случаях есть необходимость задействовать именно докера. Вопросы не появились? Переводчик меня слышит. Придёт ли это к отказу от Snap? Нет, я не думаю. Я не так хорошо знаю Snap, я знаю основы и концепция, которая лежит в основе, которая мне очень нравится, потому что это же, по сути дела, файловая система. Это связано с системой управления, и меня не интересует всё, что связано с десктопом. Вопрос разумный, но я не могу на него ответить, потому что я не знаю Snap в деталях. И для меня это аналогично вопросу, приведёт ли это к отказу от докеру. Существуют различные случаи использования различных скриптов, сценариев. Ну, я надеюсь, что я смог, по крайней мере, как-то ответить. Ещё вопрос? Вопрос был, привести пример, когда эти переносимые сервисы могут использовать. Вот, допустим, если речь идёт о хранении, если ведутся какие-то работы, задачи на низком уровне, и затем нужно вести на другой уровень, то можно это сделать. И затем, естественно, получить доступ, и МБ-чики также могут использовать, допустим, на производстве автомобилей. И есть вот один провайдер облачных решений. Они могут использовать докер, но они могут использовать и переносимые сервисы. Всё зависит от того, чем вы занимаетесь. Но в основном акцент делается на задачи низкого уровня, которые требуют интеграции. То есть, вот я рассказал, собственно, об истории вопроса. А затем я сейчас хочу рассказать, что это означает с технической точки зрения. Первое. Переносимые сервисы — это расширение то, что уже имеется в системе нативно. Два формата сервисов — это ССВ, также родные, нейтив, и как это поддерживается в настоящий момент, это динамическая поддержка нативных систем. Что касается носимых сервисов, используется ещё один тип, это Portable. Также важно знать, что переносимые сервисы внутри системы ничего не переделывают, не создают какую-либо инфраструктуру или не изобретают какие-то другие вещи. Они уже используют существующие API и то, что уже имеется в системе, и организуют это более удобно. То есть, вот в этом случае это концепция, которая позволяет использовать эти сервисы гораздо лучше, более эффективно. И строительные кирпичики этой системы позволяют использовать эти сервисы по-разному. Например, вот если говорить о Снэпе, вы можете использовать эту концепцию, эти строительные кубики, для того, чтобы подготовить Снэп-экзекьютор. И для меня переносимые сервисы означают две вещи. Во-первых, это то, что можно действительно использовать, это работает, и это также пример того, каким вы можете делать какие-то сервисы из родных вещей, нативных вещей. Микрофона нет. Вопрос касался функциональности, приобретенной, и тренды в директории. Будет ли что-нибудь изменяться? Нет. Смысл как раз заключается в том, что переносимые сервисы берут именно эти характеристики, эти свойства, эти фичи, и организуют их более эффективно. Это комбинация результатов всего того, что все эти фичи уже есть, но в результате небольшой разборки и потом обратной сборки, юзеры используют эти сервисы в соответствии со своими намерениями. То есть вот я, если юзерис, я пользователь, я показываю вам, вот так вот можно все сделать, и вы, эти строительные кирпичи, они доступны для вас, вы можете использовать их в соответствии с другими сервисами. Вы сами можете заниматься менеджментом, управлением этими серверами в соответствии с вашими задачами. Еще есть вопросы? Все это действительно реально и работает, если вот вернусь. Вот здесь даже название. Переносимые сервисы, готовые к использованию. А как мы можем их использовать? Ну, хорошо, давайте немножко вперед пробежимся. Последний слайд был. Все. Примеров не так много, но вот, наверное, самый интересный пример. Можете почитать вот эту историю, и там подробно говорится, как можно использовать. Я не привожу демо, потому что я боюсь демо. Ну, это как раз вот то, что вам предстоит сделать. Давайте вернемся назад, на чем мы остановились. Мы здесь были. Вопросы? Вот по материалу, прошедшему, пройденному. Я говорил об комплектации ресурсов, которые образуют образ диска. И в этом случае образ диска знает две вещи. Я не хочу не давать никаких новых определений. Докер всегда дает что-то новое. Они формируют новые концепции. Одни слои, другие. Маска для одних слоев, для других. И разрабатывать очень сложную концепцию поставки комплектов ресурсов для системы. И что мне нравится в Снэпе... Снэп на самом деле один файл, и все. И здесь вот с нашими переносимыми сервисами все то же самое. Очень важная вещь. Я не хочу дефинировать какие-то новые вещи. И не изобретаются какие-то новые форматы дисков. И нет ничего, что не существует уже в родном Линуксе. Или файловая система, допустим. Блоковое это устройство или новое устройство. Итак, отсутствие новых форматов образа. Сервисы могут запускаться непосредственно напрямую. И это вот то требование, которое могло бы существовать изначально в Линуксе. Это означает, что или рут-директорий. И в этом плане здесь может быть в этих переносимых сервисах ничего нового не существует. Это по сути дела корневой директорий. Рут-директорий. Рут-директорий – это ключевой компонент, который дает возможность таким сервисам работать. И рут-имидж – это практически то же самое, что рут-директорий. Рут-директорий – это директории из контейнера. А рут-имидж берет файл. И предполагается, что существует файловая система Линукс. И дальше встраивает в рут для имиджа. То есть один – это рут, а другой – NMS-сетап. И в конце концов, вы можете сказать, что переносимые сервисы – это способ работать с рутом, как всегда мы работаем в Unix, с PostRut. И поскольку мы живем в 2018 году, то система, которая позволяет работать с рут-имидж, гораздо лучше, чем раньше, чем с крипто. И можно знать, что существует полная валидация дополнительных, никакой валидации не требуется. И мне вот это нравится, криптография, которую мы можем обеспечить. И люди, может быть, не всегда понимают, как это здорово, но я должен упомянуть об этом. Итак, что касается образа, то он переносит System-Ed файлы и библиотеки. И это, по сути дела, свидетельствует о том, как система Linux идентифицирует себя. Логика, которой мы руководствуем, что если этот файл существует в образе, в той или иной форме в Linux, нам это требуется, и нам необходимы System-Ed Unit файлы. И любой образ системы и директорий, если он уже имеет эти два элемента, то он может уже квалифицироваться как переносимый сервис. Вот то, что я говорил о генерации комплекта ресурсов. По-прежнему микрофон не используют участники. Вопрос касался дистрибуции или бандлинга, если вернуться назад, слайд, который я уже показывал. То есть вот контейнеры — это комплекты ресурсов, изоляция, а переносимые сервисы — это те же самые ресурсы, бандлз, но интеграция и сэндбоксинг. Выдаем вам инструмент для разработки, тестирования и размещения. CNSync, да, это будет полезно, но он еще не интегрирован, вы сами можете сделать. Да, он действительно имеет отношение к переносимым сервисам, и он очень хорошо подойдет. Но мне не важно, как вы получите образ, это могут быть разные способы. Можно даже использовать RPM, вы можете взять образ диска, заложить его в RPM и получить соответствующий образ. Все зависит от того, как вы все это выкатываете. Вот что касается бандлинга, и еще один элемент — это сэндбоксинг. Как вы знаете, системные сервисы по дефолту нет изоляции от ГОСТа, используются как рут по умолчанию или полностью привилегированный. Имеется несколько опций сэндбоксинг, сэндбоксинг и так далее на экране. Может быть, на этой конференции в прошлом году мы говорили об фичах безопасности, поэтому, если в прошлом году вы слушали, вы можете уже знать некоторые из этих понятий. И переносимые сервисы берут вот все это, и вот в этом случае уже, да, изоляция применима к переносимым сервисам. Если не вдаваться во все эти детали, я хочу просто подчеркнуть, что переносимость здесь также действительно работает. Интересно также отметить, что мы работаем еще с интересной характеристикой в SystemD. Это очень также интересно, если вы что-то разворачиваете, развертываете на устройстве, на различных форматах сервиса. И в этом случае можно обеспечить контроль доступа к интернету. И этот сервис может осуществлять доступ к местному хосту. И это ключевая концепция сэндбоксинга, о которой мы говорили в контексте использования переносимых сервисов. Одно ключевое различие от переносимых сервисов и системных сервисов, родных системных сервисов, заключается в следующем. Для переносимых сервисов сэндбоксинг — это опт-аут. И если вы хотите пробить какие-то дырки, это можно сделать по... Но по умолчанию все безопасно и закрыто. Идеально можно было все это сделать для скрипто-системных файлов, если бы мы все закрыли в дефолте. То есть таким образом безопасность можно было бы ограничить. Никакого блэк-листа не было. Но не всегда это получается из-за совместимости. Вы не можете просто сказать, «Все запрещено то, что раньше разрешалось». Вы знаете, работа дальше просто не пойдет. И для системных файлов, и для родных... Система все работает. Но если вы вносите что-то новое, то нужно сказать, что сэндбокс сейчас работает по умолчанию. Это вот то, что я говорил об комплектовании ресурсов и об изоляции. Еще несколько проблем, вопросы, пока не перешел к новому материалу. Итак, проблемы. И один из этих проблем – это динамические пользователи. Например, если вы, допустим, пользователь, и речь идет об сервисах Unix, у нас есть системное пользование с применением заплат или LP-юзеры. И мы сказали, что существует концепция «не оставляйте артефактов». Если вы загружаете переносимые сервисы и затем удаляете, не должно быть юзеров, которые там застрянут на машине. И что такое динамическое пользование? Это работаете с логическими последовательностями, и вы динамически назначаете ID. Сервис работает на юзеры ID. После того, как сервис удаляется, нужно убрать и ID юзера. Я уже говорил о том, что происходит залипание, образуются артефакты. Если юзер создает какой-то файл в произвольной локации, он использует... И юзер использует это. И дальше не должно быть доступа к этим файлам. Это состоит в том, что мы просто не разрешаем сервису записывать файлы. Если мы включим эту возможность, то тогда мы используем эти определенные характеристики песочницы, сэндбоксинг, в частности, что касается частных MP и так далее. Таким образом, мы знаем, мы больше не... где нам писать, записывать. Нам не нужно следить за тем, что мы написали, потому что мы здесь уже ничего не могли просто записать. И, конечно, для того, чтобы иметь только одно место, куда можно что-то записывать, это определенное ограничение. Поэтому, вот как это действует. Можно указать директорию и тогда получить свою собственную, частную, приватную директорию. И когда вы запускаетесь, это будет очень надежно. По одной причине. Потому что вас либо дробь правит, и в этой частной, приватной директории больше не будет ДОСНО режима доступа, ни для кого другого. Таким образом, мы используем здесь мысль, которая послужила основой для контейнера, для управления контейнерами. И здесь это используется в данном случае. Поэтому, здесь появляется мысль о том, что таким контейнерам нет доступа для тех пользователей, которые не входят в данный корневой файл. То же самое мы сделаем здесь, и решаем эту проблему. Когда мы это делаем, и когда у нас появляется наша собственная директория, затем мы ее закрываем, она остается старыми, со старыми пользователями. Затем, когда мы назначаем пользователя, несколько иным способом происходит, мы можем это оптимизировать, но при этом весьма вероятно, что мы получим ID пользователя. Но часто есть такая возможность, что нам нужно будет что-то... Вы поняли, о чем я сейчас... к чему я сейчас клонил? Я имею в виду, что это можно сделать в том случае, если у нас нумерация происходит. Это такое, как бы у нас... Мы загнаны в угол. Все происходит не потому, что слишком мало места, потому что у нас, там, скажем, 60 тысяч идентификаторов пользователей, но, во всяком случае, все работы, которые я выполнял, я видел, что Linux оптимизирован для этого и не занимало не больше, чем пару сотен миллисекунд. Но плохо здесь то, что пока что мы полностью не решили эту проблему, в будущем, возможно, найдется другой вариант. Можно будет как-то переместить какие-то идентификаторы пользователей. Может быть, мы как-то это сделаем путем мультипликации. А что происходит с... с квотами дисков? Вы не можете их пользоваться. Но, в целом, классические квоты дисков вы не сможете использовать. Но, во всяком случае, здесь могут использоваться новые концепции, когда у вас появляется новый идентификатор, новый ID, и для управления сервисами, когда мы впервые их создаем, мы динамично их размещаем, а затем можно получить определенную квоту для сервиса. Предположим, у вас 400 гигабайтов. Эта система такая, она надежная. Можно сказать, что она будет надежная, но, возможно, нам придется как-то, если возникнет конфликт, что-то доработать. Я полностью понимаю эту проблему, надо ее решать, но пока что мы не можем. У нас нет такого магического кристалла, чтобы сразу решить вопрос о квоте. это пока что было бы глупо рассчитывать, что мы уже решили эту проблему. Есть какие-то вопросы по этому куску? Сколько у меня еще остается времени? Вот у меня есть вопрос вот здесь, вот здесь. Итак, что касается один из ваших сервисов, если нужно его не в частном порядке решать, не в приватном, можно ли как-то предотвратить удаление этого сервиса, или мы возвращаемся к проблеме владения? Вы не можете нигде ничего записать. Все, что вы сможете записать, мы удалим это сами в вашем сервисе, но при этом мы даем сокеты людям, но, значит, если нарушается это поле, то все. Но если мы песочницу разбиваем, сэндбокс, если мы разбиваем песочницу, то здесь есть преимущество, что сама полезная нагрузка при этом не уничтожается. Еще одна проблема с рутами в Linux, если вы, скажем, запустили изменение рута, вам нужно синхронировать пользовательскую базу данных, в противном случае у вас будет проблема, связанная с тем, что означает ID пользователя. И процессор может не получить доступ к каким-то объектам. поэтому эта проблема, мы пытаемся решить эту проблему, не в соответствии пользовательской базы данных. Если вы используете здесь сервис, мы используем пространство пользовательских имен, мы используем эту концепцию для того, чтобы задать такое пользовательское пространство, которое отображает собственного пользователя сервисами, с одной стороны, а все остальные пользователи, они отображаются, как все прочие пользователи. Тогда все сервисы, которые вы видите в руте, вы видите либо вы, либо никто. И вот такой вот у нас выход. Вместо того, чтобы синхронизировать пользовательскую базу данных и сказать, что мы это сделали уже, здесь у нас возникает отличие от системы пользователя. Мы наблюдаем, что у нас здесь есть пользователь рута и следующее это никто. У этого никто есть разные имена, там, скажем, Федора и так да, но очень часто бывает и nobody по-английски никто. И таким образом не хорошо, что здесь разные имена, для этого никто существует, но такова пока ситуация. Надо тогда получается, что здесь просто что-то излишнее. Следующая проблема, в частности с D-Bus, есть такие сервисы, в частности D-Bus, с шиной D-Bus. Что делает D-Bus? D-Bus. Эта шина считывает политику и затем у него есть память, в которую записываются имена пользователей, но мне кажется, что концепция динамичных пользователей дает новую жизнь безопасности Linux, потому что концепция безопасности Linux, изначально, которая преследовалась, она была очень дорогостоящей, при ее, она очень дорого стоила для того, чтобы ее разработать, их было всего несколько, там, скажем, 100 было, потом стало 500 в Федоре, но невозможно раздавать это всем как конфеты, а вот при динамичных пользователях можно действительно раздавать это как конфеты. У нас осталось всего 10 минут, поэтому я хотел бы несколько слов сказать вот о чем. Я не могу не пройти мимо вот этого слайда, режим работы, как работать с этим, если вы выполняете, то здесь у вас существует взаимная контроль, и здесь есть две задачи, это может быть portable control attach и portable control detach, как показано ниже строкой, и или же это может быть через директорию, если вы используете контроль portable control attach, то файлы из системы они расширяются слегка через корневую директорию, и затем они попадают, придают дополнительную безопасность системе, это означает, что мы берем вот эти единицы, как будто они поступили от хоста, и затем мы убеждаемся, что мы это сделали, и возвращаемся назад, в данном случае такие файлы единиц, они практически те же самые, как если бы мы их использовали не в нативных условиях, и в этот момент вы можете выполнить все виды команд на них, вы можете их запустить, вы можете их проименовать, вы можете их задействовать, или наоборот их отключить, во всяком случае, они действительно превращаются по-настоящему нативные системы единиц, что касается Portable Control Detach, ниже строка, мы видим, что их можно удалить, и не остается при этом артефактов в системе, я не могу не упомянуть всю концепцию, что у нас здесь нулевая новая мета-данная, у нас мы не создаем никакого нового формата сервисов, у нас нет новых мета-данных, которые говорили нам о том, что содержит образ, как это было шесть лет назад, это ключевое понятие, и это мне нравится, и это обладает хорошим эффектом, потому что можно в принципе использовать любое средство, скажем, средство дебут, если мы установим любое средство здесь, Федора, Демиан, и так далее, и будет это в дереве линукс работать, для нас здесь, очень хорошо, что мы можем создавать образы, которые обладают многими особенностями, могут работать на металле, на виртуальной машине, и все это реализуется, кроме того, интересно, мы называем это переносимыми сервисами, это не просто единицы, на самом деле, это очень здорово, что мы можем здесь использовать таймер, и когда речь, и надо здесь отметить еще, что здесь не копируются все файлы единиц, все файлы юнитов, то в этом случае у нас появится префикс, во всяком случае, если вы хотите ваше приложение переместить, то он может получить любой суффикс, это может быть фулбар, все, что угодно, фулбар и так далее. И я уже говорил, что тройного использования здесь у нас образы. в любом случае, время, наверное, мое почти стекло, и вот заключение только одно хотел отметить по поводу профилей. Здесь необходимо оптимизировать безопасность, это делается по умолчанию, но на самом деле, кто угодно может дополнительные профили сгенерировать, создать, они добавляются к сервисам, и опять же в песочнице есть варианты, кроме того, есть жесткие профили, далее, но не требует больших изменений. Вот эти жесткие профили, они гораздо более строгие, как следует из-за их названия, и поэтому если у вас такая полезная нагрузка, которую вам нужно оградить, вы используете, есть еще доверенные профили, если у вас доверенный профиль, вы можете делать полную интеграцию, и таким образом, если вы, скажем, занимаетесь хранением, запоминанием, это можете все использовать, и наконец, есть еще ноу-нетворк, вот эти четыре профиля, которые нам полезны, но это зависит от того, люди могут создавать и собственные профили, скажем, дропи, и так далее, это зависит от того, насколько вы доверяете им. И вот, давайте, вот у меня есть средства построения, есть различные варианты, вот здесь, на этом сайте, можно найти более подробную информацию, и теперь я хотел вам предложить задать еще вопрос, вроде бы осталось всего полминуты, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо за ваше выступление, в настоящий момент я могу запустить систему, и затем я могу ограничить сервис перед транспортировкой, вот к вашем случае это тоже относится к нему, вы знаете, это очень хорошие вопросы, и я только пишу эти вещи, у нас есть группа поддержки, но я этим не занимаюсь, вопросами обновлений, вопросом заплат, но концептуально, мне кажется, что это возможно, хотя я не обладаю достаточными знаниями, чтобы ответить точно, но мне кажется, что это очень целесообразно, если речь идет о нужном профиле, поэтому один здесь из вопросов, который стоит, возможно, можно расширить это, если вас интересуют эти вопросы относительно обновлений, это можно сделать, но только не ждать от меня точного ответа, я этим не занимаюсь, будет какая-то реальная альтернатива контейнерам, будет ли реальная альтернатива контейнерам S4M вы имеете ввиду для таких сервисов переносимых, есть какие-то варианты, но мы еще пока что их не проработали, но в любом случае мы исходим и с корневой директорией из корневого каталога, но безусловно когда я вернусь я задам этот вопрос своим коллегам, спасибо, а будет ли поддерживаться система SystemD припомы для хостовых систем, которые не обладают SystemD они еще остаются такие системы? Да, остаются еще. Ну, вы знаете, нам нужно представить, что мы можем поддерживать, что не можем поддерживать, и вопрос тут в овладении системы. Мы в принципе приняли решение, что мы не хотим поддерживать это, и здесь конечно обладают определенными префилегиями, и мы должны выполнять их и обеспечивать их соблюдение, но может быть во всем мире осталось 15 человек, которые этим пользуются, так что речь о том, что есть такие люди, которым нравится система, и может быть, но из-за этого нам нужно, конечно, принимать решение, что мы хотим поддерживать, что нет. Время у меня закончилось, да? Еще одна минута для подведения итогов, для завершения. Да, вот, у меня все, спасибо за внимание. Если есть вопросы, то можно обсудить один на один, пожалуйста, или встретимся за пределами этой аудитории. Прежде чем вы придете наилучший вопрос, вопросы готовы на парковке, напротив выхода, и завтра с утра продолжаем работу в 10. Итак, кто задал наилучший вопрос? Проблема на самом деле? Очень много было хороших вопросов. А какие вопросы-то были хоть? Я помню вот очень хорошо по снэпу, потому что на самом деле, да, был хороший вопрос. Не знаю, по крайней мере, я запомнил этот вопрос. Там мне уже есть. Какие еще там были? Несколько было хороших вопросов. Какие там еще... Напомните мы. Вот кто задал последний вопрос? Поднимите руки, кто вопросы задавал? Вот здесь кто-то задавал еще тоже в конце аудитории. В конце встречи. в конце Субтитры подогнал «Симон»